Сегодня мы жарим 40 килограмм шашлыка для жителей села Измайловки в честь дня рождения села. А еще приготовили 40 литров мамалыги. Это густая кукурузная каша. Традиционными кавказскими блюдами угостили жители села и гостей праздника. На 110 день рождения Измайловки приехали и с соседней Мацесты. Великолепный, хороший праздник. И самое что наиболее приятно, что это праздник устроен по большому счету самими жителями села. Это все вот они своими силами, местным домом культуры, территориальным общественным самоуправлением. Юбилей отметили мастер-классами и большим концертом. Благодарственные письма вручили самым активным жителям. В их числе семья Мурыгиных. У Нины двойной праздник – день рождения села и свой личный. Всем, что можем, тем и помогаем. Мы любим свое село и очень рады, что у нас такой хороший народ здесь. Живем уже здесь четвертый десяток лет. Мы не коренные, так сказать, жители, но живем здесь с 1986 года. Сегодня Измайловка – это 1700 жителей. Первыми 110 лет назад стали переселенцы из Украины. Назвали село в честь полка «Измайловский», который дислоцировался здесь в годы Кавказской войны. Из Украины более 40 лет назад сюда переехала и Любовь Кириленко. Говорит, за эти годы получала много предложений по работе в городе, был шансы на квадратные метры у моря. Но родное село она не оставила. Это было в 1976 году. Прием в этом совхозе был настолько хорош, люди настолько дружные. Но было стыдно уходить из этого села, потому что это равносильно было, чтобы бросить свою семью. Действительно, сочинцы в селе живут как одна большая семья, которая умеет принимать гостей. В Измайловке – измейковские водопады и чайные плантации – туристов всегда много. Поэтому местные и стараются поддерживать в селе порядок. Отмечают, жизнь здесь сегодня почти ничем не отличается от городской. Новые дороги, транспорт, освещение. Скоро и Дом культуры приведут в порядок. Дом культуры села Измайловка давно нуждался в капитальном ремонте. В 2019 году провели большую работу, сметы, изыскания, подготовили всю документацию для включения его в программу капитальных ремонтов, краевую, сельских домов культуры. Ремонтировать клуб начнут уже в следующем году. А еще через пару лет в село придет долгожданный газ. Ждут сочинцы и открытия офиса врача общей практики. Здание уже построено и скоро мини-поликлиника примет своих первых пациентов. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.